Что мы имеем первые сутки после введения самых крупных в истории антироссийских санкций со стороны США? Дмитрий Медведев опубликовал скорбный пост, в котором отметил, что санкции в отношении России не на десятилетия. Оптимистан однако. У России нет времени, измеряемого десятилетиями. Страна идет строго по лекалам СССР и имеет в своем запасе максимум лет 10, тем более, что она оказалась в демографической яме. Только за год число рожденных детей упало аж на 11%, а из страны выехало тем временем полмиллиона россиян. Упс. Рубль рухнул на несколько позиций. Также снизились осенние фьючерсы на нефть. Вроде как валюта российская, а заморскому супостату подчиняется. Ответить Кремлю просто нечем, ибо Россия закачала 100 миллиардов в экономику США, купив американские облигации. Другими словами, полномасштабная торговая война США и РФ невозможна априори. Деньги бюджета и чиновников, дети, жены, любовницы, недвижимость. Все это в Штатах, господа. Самим с собой что ли воевать? В Кремле заявили, что санкции смогут сблизить Россию и Европу. Да неужели? Это вообще феерический самообман. Только РФ действует по принципу «разделяй и властвуй», кидая своих партнеров. Торговые войны между США и Европой были всегда и всегда цивилизованно разрешались. Разрешится ситуация и на этот раз. А если Брюссель и предпримет отдельные меры против американских компаний, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, то это никоим образом не коснется принципиальной позиции Запада по антироссийскому вопросу. Топовые СМИ в один голос заявили, что Путин просчитался со своей войной против всего мира. Так, в статье «Тайм» отмечается, что еще никто не огорчал Путина так зрелищно, как это сделал Трамп. Мол, многим в Москве законопроект о санкциях показал, что Дональд – беспомощный лидер, не способный выполнить свои громкие обещания дружить с Россией. Ведь поскольку Трамп не может справиться со своими собственными депутатами, значит он слабый. В ответ на такую позицию издание замечает, что Путин не учел одно обстоятельство – члены Конгресса, включительно с республиканцами, не свои депутаты для Трампа, они равноценная ему ветвь власти, так же, как и судебная власть, которая неоднократно блокировала иммиграционные инициативы президента. И не только этого. Это непонимание границ исполнительной власти берет свое начало в сранних лет президентства Путина, в течение которых он взял под контроль все, что движется, и почему-то решил, что его западные коллеги могут сделать то же самое в своих странах – наивность или просто дурость. В свою очередь, Chicago Tribune разместил статью, в которой утверждает, что новые санкции не только усмирят Россию, но и поставят на место американского президента. Цитата. «Закон направлен и против Трампа, в частности, ставит его в известность, что никто на Капитолийском холме не потерпит его симпатии к Путину». Издание отмечает также, что на сегодня рейтинг Трампа упал до минимума 61% американцев не одобряет его работу. Вот так, дорогие россияне, ваш лидер за три года превратил вашу страну в мирового изгоя с реальными перспективами экономического и политического краха. А вы все с мистическими бандеровцами воюете. Впрочем, привыкайте нести коллективную ответственность за тех, кого посадили себе на шею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова